Кирпичный дом заходит даже. Это кадры трехлетней давности. С неприятным запахом жители казанских поселков Атары и Победилова соседствуют уже полвека. На полигон отходы от очистных сооружений водоканал складирует с 74-го. Обещают полной грудью, жители вздохнут уже на следующий год. Сегодня проект по рекультивации проходит госэкоэкспертизу. Мы говорим о том, что это будет в перспективе рекреационная зона. Это место, где могут любоваться жители горжи Казани, посторами Волги. Вот ложимся спать в 10, в 11 и до 3 утра. Вот этот едкий запах, знаете, газа. Держать закрытыми окна не придется и жителям советского района Казани. На следующий год начнут рекультивацию самосыровской свалки. Здесь будет использована система активной дегазации, то есть обезвреживания твердых бытовых и коммунальных отходов. Первые вон в коттеджевские дома там вообще задыхались. У нас даже здесь ощущалось капитально, а там вообще в коттеджах вообще страж был. Все в масках ходили? В масках, да, еще не выходили, детей не выпускали. А вот рекультивация свалки резино-технических изделий в селе Прости Нижнекамского района уже началась. Работы идут по проекту «Чистая страна». Положительные эффекты от реализации федерального проекта почувствовали и жители села Шамардан Сабинского района. Здесь восстановлены загрязненные нефтепродуктами земли. Ремонты ждут и очистные в Татарстане в 181, однако 82% не соответствуют установленным нормативам. Ежегодный ущерб рекам и озерам более 650 миллионов рублей. Без малого половина всех стоков сбрасывается с очистных водоканала. Его реконструкция уже включена в федеральную программу оздоровления Волги. Работы начнутся в следующем году. Мы хотим более серьезно акцентировать свое внимание на циркулярную экономику. Две основные проблемы – это рекультивация логополей, это рекультивация самосыровская. Мы максимально можем улучшить качество жизни людей. Мы активно сейчас прорабатываем вопрос по цифровой трансформации в Министерстве экологии. Алия Харудинова, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань.